В день Сретения Господня епископ Меликевский Чердоклинский Деодор возглавил литургию в Преображенском кафедральном соборе Димитра Авграда. В этот день также честовалась православная молодежь. Подробности у наших коллег. Идея этого праздника принадлежит Всемирному православному молодежному движению Синдесмосу. В 1992 году с благословения всех глав поместных православных церквей Синдесмос утвердил 15 февраля как День православной молодежи в Русской церкви с 2002 года. В этой связи сегодня за богослужением в Преображенском соборе Димитровграда молилось значительное количество православных молодых людей, воспитанников Димитровградского казачьего кадетского корпуса. Напомним, что сам праздник Сретения Господня возник в Церкви Иерусалима и появился в ее богослужебном календаре в IV веке. Первоначально он воспринимался не как самостоятельный праздник, а как день, завершающий сорокадневный цикл после праздника Рождества Христова. Древнейшим историческим свидетельством о празднике является отчет Эгерии, предположительно гальской монахине, о паломничестве Святую Землю, датируемой IV веком. По окончании Божественной Литургии в Преображенском кафедральном соборе города Димитровграда Ульяновской области, Преосвященный епископ Меликевский Чудоклинский Деодор обратился к собравшимся с проповедью. Дорогие отцы, дорогие братья и сестры, всех вас с паки и паки поздравляю с праздником Сретения Господня, с праздником встречи с Господом. Встреча, добрая, хорошая встреча даже с любимым человеком, которого долго ждешь, какую радость она нам приносит. Если вот мы долго ждем любимого человека, и наступает этот момент, и мы встречаемся. А здесь, дорогие мои, происходит встреча со своим Создателем. Отец и Учитель Церкви II века, это Тертулиан, он в одном из своих писаний написал, что душа всякого человека, она по природе своей христианка, в том плане, что душа всякого чада Адамова, сына, дочери Адама. Мы все стремимся к своему Создателю, и поэтому встреча со Христом желанна для всякого сердца. Даже порой, когда тяжесть грехов, тяжесть злодеяний наших личных или общественных, как говорится, отяжеляет веки наших духовных очей, и сердце наше каменно, и мы не знаем, чего хотим, куда нам стремиться, и так далее. И все равно, если, как говорится, рядом мы чувствуем тихое веяние благодати Божьей, то все начинает меняться. Это можно сравнить, как с красивым рассветом после темной ночи. Дай Бог, дорогие мои, чтобы встреча со Христом, она состоялась в жизни каждого из нас. Пресс-служба Меликесской епархии.